а если просто не хочется двигаться дышать джей детство было от избиения жестокие психические унижения маленький сын а я еле хожу сил нет говорите жить сама погружаясь на остановить но становится хуже но вот вы хотите в этом остаться оставайтесь если вам это нравится если вы хотите выбраться из этого вот второй момент начинайте начинайте в это идти то есть вы знаете когда у меня была ситуация я повторяюсь много по этому поводу может быть это неправильно но я хочу сказать да что вот 42 года у меня был в жизни от от меня ушла жена потому что была очень большая сумма денег долга очень большая ну как скажем так зависимости от того кто сейчас меня это слушает да ну порядка 5 миллионов долларов дорого это много мало я не знаю это было 5 миллионов долларов был четвертый начинался четвертая степень цирроза до после него только нам даже на могиле трава не растет вот так вот и каждый день тебе с утра до вечера люди звонили да и говорили когда отдашь деньги я не знаю рай это было но это было ну скажем так не очень хорошая штука то есть мне было так больно даже представить потому что из очень успешного очень богатого человека да я превратился в принципе но ниже городской канализации не рухнул только потому что перебросил поэтому вот здесь вот та самая женщина с которой я сейчас живу моя жена да она сказала очень удивительную фразу хочешь быть счастливой будь хочешь оставаться в этом оставайся это твой выбор и никто кроме тебя не решит как ты зажелаешь жить то что это больно больно как из этого выйти можно можно вопрос желание идти пойдешь и он шагнул помнишь да как у куджава и он шагнул однажды да вопрос куда свое счастье или сгореть не за грош ведь был солдат бумажный поэтому вот здесь наверное наверное вот я больше ничего не смогу сказать поэтому вот посмотри а если снятся умершие родственники значит нужно просто отпустить а что говорит дискомфорт женские дни наступили женские дни вы знаете я не читал путешествие души ньютона правда потому что душа никуда не попадает душа как стояла так и стоит я вам рекомендую почитать книгу эдгарна зайцева путь дурака называется душа это очень большая субстанция ее нет у вас то есть у вас нет души у вас есть дух потому что душа это то для чего вы здесь живете здесь вы создаете опыт и проживаете их и вырабатываете энергию то есть грубо говоря вы как дольная корова для своей души вы просто вырабатываете энергию для этого для мироздания так это не странно почитайте книгу там ну я очень так не подробно но по крайней мере я об этом говорю затрагивать тогда происходит осознание вообще для чего вы здесь и что у духа есть самое великое право у него есть право свободной воли свободной воли выбора то есть когда вы делаете выбор почему я говорю что выбор это страдание когда вы делаете выбор вы включаете причинно-следственную связь и какой бы выбор не сделали всегда включится причинно-следственная связь два выбора на новый год до либо на жопе с горки либо там в таиланд отдыхать это выбор это выбор поэтому вот для этого существует желание да хлеб наш насущный дашь нам на каждый день и если вы начинаете жить своим желанием осознавая не из нужды что она вам нужно что на вас уже есть вот этот последняя медитация еще правда не знаю ее название но скорее всего где ваши деньги нам будет называться ну прям вот удивительная напрям дает возможность этого осознавания прям прям правда кайфово у нас ребенок совместно ну и что вы родили ребенка ну здорово это не значит же что он ваш муж у меня буквально недавно была удивительная девушка прямо вот прям правда такая хорошая девчонка вот буквально в консультация да удивительно вот она оставила фамилию отца пошла замуж вышла замуж родила ребенка потеряла 40 миллионов квартиру свою да у мужа стопор по деньгам полный понимаете какая ситуация вот еще раз говорю есть буквица да это буквица было еще до рождения иисуса вообще да и там арии так называемые да то есть оставили свою мудрость в этой азбуке их было 49 букв 16 посланий 16 посланий людям и вот 16 послание гласит ты будешь счастлив под кровом небесным когда устои творишь родовые а устои родовые это когда женщина переходит из рода отца отец ее благословит славит богов что он вырастил девушку в своем роде и отдал на усиление в другой род понимаете на усиление того рода то есть через рот отца и мамы девушка уходят в рот мужа для его усиления а если она приходит туда и не усиляет потому что она не вошла в рот и и не было на первых не благословлено да а во вторых она вроде отца и она что делает она усиливает рот отца через рот мужа и идет отток от рода мужа поэтому и мне говорят правильно я делаю что фамилию беру не беру да делайте как хотите девчонки и мальчишки правда это ваша ситуация и вы вы за нее отвечаете то есть это ваша причинно-следственная связь я всего лишь говорю как я знаю откуда я знаю не знаю я знаю это да это правда но стоит если если ты нарушаешь родовые устои ты получишь от рода своего силу нет никогда а это 60 процентов вашей психической силы родовая энергия мощная родовая энергия там 127 поколений рода мамы 127 поколений рода папы представляете соединение в вашем ребенке 127 127 скажем так 127 умноженное на 4 на папа мама папа мама и вот в этого ребенка входит столько энергии столько вот всего этого да то есть бух происходит сотворение такой взрыв родовой сотворение ребенка происходит божественная энергия там и рождается великое чудо ребенок но если нарушены устои родовые вы сами отрезаете от него эти корни зачем